Слотокинг. Ты по-любому у выигрышей. На фоне принятия 12-го пакета санкций, который мы ожидаем, о котором, содержание которого было 15-го числа, уже сказано Жозепом Борелем, секретар Совбеза РФ, который вышел этот раз не некролог Путину, почитать Патрушев Аз, вышел и дал указ главам российских регионов и руководству федеральных органов власти готовиться к мобилизации экономики, обеспечить формирование вот таких мобилизационных планов. А зачем? Если санкции не работают, если санкции не действуют, зачем вот эта мобилизационная экономика? Что это вообще такое? Замыкание на себя, на свои силы. Мы тоже проходили неоднократно. Дело в том, что в чем проблема России. И вот даже я, когда работал в парламенте, я недооценивал этого фактора. Проблема России в чудовищном богатстве природном. Понимаете, страна чудовищно богата. И это дает возможность время от времени замыкать страну в период какой-то там агрессии, какого-то там лихолетия, которое сами же правители и создают, и работать с опорой на собственные резервы. И вот у Путина, к сожалению, это получается в какой-то определенной степени. Да, конечно, там не устранены проблемы коррупции, непрофессионализма, дефицита кадров, отсутствие необходимых технологий. Но вот с точки зрения мобилизации экономики у них, к сожалению, получается. Что-то получается. И, безусловно, в этом смысле им помогает и Китай. Не прямая военная помощь, а помощь экономике, помощь техникой, технологиями, товарами и так далее и тому подобное. Все это идет из других частей мира. Вот проблема сейчас в том, что Запад передал многие технологии третьим странам, я уже не знаю, как назвать, другим странам, не демократического лагеря. Ну, например, Запад сделал из Китая технологического монстра. Теперь Китай способен за счет полученных технологий, и то, что китайцы надо дать должное, народ талантливый и умный, они эту технологию развили, а теперь они и многие технологии развивают уже сами. И превратив Китай в технологического монстра, в большую гигантскую производственную площадку всего мира, конечно, мы теперь понимаем то, что эта площадка будет продавать все свои товары и технологии во все страны. И Путин, безусловно, развернув часть экономики, часть страны на восток, получает там необходимые вещи, те, которые, допустим, раньше он получал в странах демократии. Вот это мобилизация экономики. Санкции западные работают. Они, безусловно, влияют. Но что ли вот Россия? Она отгораживается от запада, как говорится, забором, условно. И начинает теперь ориентировать все на другие страны. На Китай, на Индию, на Индонезию, на Бразилию. Вы же слышали, что там несет президент Бразилии? Какие вещи он говорит? Либо он совершенно ничего не понимает, либо у него какой-то дефект морали и нравственности. Совершенно очевидно, когда он там говорит, войну прекращаем, это нельзя, надо срочно... Да, территории отдавают, что-то он свои территории никому не отдает, да, нам советуют. Да, да, да. Вот на эти страны Путин сейчас и переориентировался. Допустим, мы берем Бразилию. Бразилия 220 миллионов человек. Страна, которая тоже обладает большим потенциалом и ресурсным, и технологическим, экономическим. Бразилия это такое серьезное государство, которое мощно развивается, так же, как Индонезия. Что такое? Мы недооцениваем. Индонезия 270 миллионов или 260 миллионов человек с неплохо развивающейся экономикой. Большая, огромная страна, которая больше России почти в два раза. Бразилия больше России. И так далее. Вот Путин сейчас развернул страну вот туда и, опираясь на собственные ресурсы, пытается сделать так, чтобы вся экономика стала на военной рельсе. Это, конечно, не принесет России благосостояние гражданам, 140 миллионов проживающих. Но Путин на это плевать. Он и на это не рассчитывает. Хотя мы с вами, опять-таки, возвращаемся к тому, что мы должны быть реалистами. Хотя перевод на военные рельсы экономики, резкое, так сказать, финансирование оборонного комплекса оживил экономику. И вот этот найм-убийца за деньги, которые идут убивать украинцев за большие деньги, оживил потребительские рынки. То есть нет безработицы. Появились деньги даже в этих отсталых, ну, не отсталых, конечно, депрессивных регионах, из которых центр всегда деньги выкачивал. Почему они депрессивные? Ну, что дисбаланс в федеративных отношениях, а тут деньги все выкачиваются. Вот. И вот эти регионы начинают там немножко жить. Начинают жить те слои, которые никогда хорошо не оживили. Причем, извините, вот так вот. Поэтому вот тоже есть некий временный позитивный эффект от наращивания военно-промышленного комплекса. Военно-промышленный комплекс потребляет все. Он потребляет там металлы, он там требует транспорт, он требует там ткани, строительные материалы, технику. Ну, то есть абсолютно является заказчиком всего. И сейчас в России некий бум идет, инвестиции в предприятия реальной экономики. То есть то, что производят товары. Не услуги, не недвижимость, не какие-то там ценные бумаги. А вот сейчас огромный интерес к предприятиям, дающим товарную продукцию. И так как российский бизнес тоже во многом в результате несбалансированной санкционной политики загнан был в угол, многие вернули свои капиталы и как раз вложили в эти предприятия цикл товарного производства. Ну, потому что мы одной рукой принимаем санкции, которые вредят Путину, а другой рукой принимаем санкции, которые Путин укрепляет. Так как у нас, вот, например, России нет в этой санкционной... Ну, скажем так, российских противников Путина в этих санкционных комиссиях нет. Вернее, там есть два эксперта, Алексаженко Гуриев в частном качестве, как умные, талантливые экономисты и понимающие люди. Но они там в подавляющем меньшинстве, они там на положениях в санкционной комиссии общественной, вот это Ермак Макфол, они на что не влияют. Поэтому там тоже много ошибок, перегибов, переперев, переперев всего. В результате часть санкций работает против Путина, а часть санкций, к сожалению, работает прямо на Путина. Тут вот такой вот существует когнитивный диссонанс. Ну, в целом, санкции, конечно, ослабили российскую экономику. Главное, они не дают возможность России развивать передовые и самые опасные технологии. Ну, в этом плюс от санкций существует, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова